привет друзьям а в этом видео мы расскажем и покажем как приготовить праздничный ужин праздничный стол на 30 долларов итак у нас сегодня очень важное мероприятие у нашего дорогого мальчика нашего сыночка внучка друга сегодня день рождения и нашему ярику исполняется сегодня 9 лет канал ярослава как раз таки есть у нас в обложке на нашем канале ярослав новельский подписывайтесь к нему на канал он будет рад и будет отвечать вам взаимности итак сегодня у нас день рождения ярослава и мы отмечаем его дома в кругу семьи и у нас присутствует сегодня 7 человек из них 5 взрослых и двое детей и так смотрите какой стол можно сделать за всего на мой взгляд за 30 долларов говорим в долларах потому что знаю что наш канал смотрит и из россии из украины из белоруссии и из других многих стран где все-таки как раз таки валюта где-то в евро где-то в долларах и так далее и так давайте обо всем поподробнее я буду называть блюда и сколько непосредственно они для нас обошлись и так давайте по самому порядку фрукты из фруктов у нас на праздничном столе яблоки мандарины бананы и виноград вон там вот виднеется виноград скажу что уже часть этого покушали конечно же пока накрывали на стол но тем не менее фрукты нам обошлись примерно от двух до четырех долларов я буду стараться говорить все таки такую цену которая действительно нам обошлась но сами понимаете что разбежка может быть потому что где-то взяли чуть-чуть больше где-то что-то не хватило на праздничный стол потому что съели до мероприятия где-то допустим яблочки могут быть свои и так далее то есть 24 доллара нам обошлись фрукты далее будем говорить уже точные цифры далее овощи посмотрите у нас нарезка есть из огурчиков из помидорок ну и даже посчитаем примерно что это нам обошлось всего два доллара понятное дело что огурчики помидорки здесь нарезаны в небольшом количестве но всегда мы сможем дорезать и чтобы они были более свежей потому что все-таки на столе они подсыхают высыхают и конечно же мы будем в процессе того как мы будем праздновать просто подрезать огурцы и помидоры поэтому для праздничного стола если у вас небольшое количество человек то достаточно взять и нескольких помидорок и пару огурчиков дальше переходим к имбирь у нас посмотрите имбиря мы всего взяли 100 грамм и также морковь по-корейски на мой взгляд достаточно пикантные блюда что одно что второе очень и изумительно подходит к мясу картошечки и к другим закускам поэтому все-таки такие продукты у нас очень хорошо идут как говорится и на это мы потратили всего лишь один доллар в том примерно количестве которым есть сейчас на столе опять же и морковь и имбирь мы всегда сможем подложить если вдруг будет тарелочка опустошаться далее посчитаем хлеб хлеб нам обошел обошелся в пол доллара вот это нарезан тут несколько кусочков но тем не менее опять же хлеб еще будет подкладываться то есть всего пол доллара нам обошелся хлеб если вы любите какой-то особенный хлеб то конечно вы сами знаете что он может стоить и подороже далее у нас есть закусочка из лаваша посмотрите пожалуйста мы взяли лаваш также внутри него есть ветчина сыр яйцо помидорка майонез или любой другой соус набрали чесночный соус в частности и взяли и чесночок у нас там тоже присутствует и так лаваш вот такая закусочка нам обошлась в 2 доллара посмотрите пожалуйста очень интересное вкусное весьма простая в приготовлении далее у нас есть мясная нарезка то есть тут три вида мясо колбаса курочка вот такая вот вяленая в надпи посерединке и еще сразу в эту же сумму посчитаем данное куриное филе которое также я сама запекала в духовке с различными специями и это нам вся эта нарезка обошлась в 4 доллара потому что опять же в процессе того как будем праздновать мероприятие будем подрезать еще потому что конечно же это быстренько уйдет но я все-таки за то что лучше за две-три минутки это подрезать чем это остается либо просто высыхает на столе да особенно когда сейчас жарко в квартирах поэтому лучше все-таки еще до нарезать если можно так сказать далее обратите внимание у нас есть пюрешечка так пюрешка зеленью то есть это обычный картофель с добавлением молока кусочка масла это все взбито миксером получается очень нежная текстура так и вот картошечка нам обходится в 1 доллар так также на счет горяченькая далее у нас есть филе в сыре это куриное филе в панировке и естественно в сыре это все также запекалась и это нам обошлось в 3 доллара обратите внимание вкусняшка неимоверная далее у нас есть два салатика вот такой вот салат с ананасом в котором также есть курочка в котором есть сыр яйцо ананас орешки там не виднеется майонез еще добавляли туда вот посмотрите зеленый лучок и так данный салатик нам обошелся в 2 доллара самый тут дорогой ингредиент это курица курица кстати копченая и и ананас до банка ананаса вы тоже по цене было не маленько поэтому два доллара посчитаем данный салатик еще салатик есть такой вот селедка под шубой сделана она вот таким вот образом стараюсь вам может быть такой показать да всеми любимая селедка под шубой мы обожаем и наверное ни одно наше торжество не проходит без салатика селедка под шубой и так она нам обошлась также данный салат в 2 доллара далее у нас приготовлены голубцы обратите внимание из свиного фарша готовили также сами капусту покупали кочаны большие и глупцы нам вместе со сметанкой посчитаем что обошлись в два с половиной доллара также голубцы это не все которые выложены то есть готовили примерно наверное штучек 15 нас примерно получилось вот два с половиной доллара бутерброды с икрой наверное самое небюджетное блюдо на нашем столе или наверное только экраном обошлась где-то примерно в почти 3 доллара дорогая баночка 100 грамм с икрой и вот столько бутербродов получилось с одной баночки 100 грамм далее тут есть плавленый сыр можно также в маслице обратите внимание зелень и кусочек лимона и так нам эти бутерброды обошлись в три с половиной доллара на мой взгляд это тоже не совсем бюджетно поэтому возможно как-то проще более бюджетные сделать какие-то бутербродики но мы икру любим и икра также на нашем столе на каждое мероприятие дальше посчитаем что какая-то мелкая зелень она нам обошлась примерно пол доллара грибочки маринованные также нам обошлись в 2 доллара то есть марина банка маринованных грибочков лук подсолнечное масло вот пожалуйста обратите внимание это 2 доллара так и далее вода всякое разное то что любит пепси минеральная вода простая питьевая вода сок компотики думаю что мы уже не будем считать также нам обошлось примерно в 2 доллара так наверное я перечислила в общем-то все что у нас есть сейчас на праздничном столе естественно это за исключением торта такие замечательные шарики естественно символика и дня рождения и все таки я вам еще хочу показать праздничный торт глините пожалуйста вот такой вот у нас праздничный тортик также получился заказывали заказывали и он обошелся в 20 долларов вот я реклам рождения пусть все будет клёво мой сыночек очень увлекается рыбалкой очень любит рыбалку и вот как раз таки вот такой вот тортик сделали на мой клеточек красиво очень классно получилось на 2 килограмма такой тортик ну и вот собственно говоря уже не терпится его кушать потому что я очень-очень безумнейшая сладкая олежка и конечно же будем кушать и так смотрите это гоно мероприятие обошлось в 50 долларов это с учетом торта опять же давайте немножечко поговорим о том на чем все-таки мы могли сэкономить мы могли сэкономить на том чтобы испечь тортик самостоятельно а не заказать его далее например овощи также можно взять например с огорода если у вас есть свои но поскольку сейчас уже фактически зима то конечно же не огурцов не помидор у нас своих нет но тем не менее картошечку конечно можно взять свою если у вас например мясо курочка к примеру своя это тоже экономит бюджет если у вас свой фарш например домашний это тоже экономит бюджет капусточка для глупцов то же самое это все экономит бюджет поэтому очень многие моменты конечно которые можно сэкономить на овощах например на фруктах каких-то на компотах чтобы не покупать дорогую воду из магазина может быть и грибочки свои и конечно же в общем там данный бюджет можно очень неплохо сократить и так поскольку у нас фактически все куплено из магазина поэтому наше мероприятие без учета праздничного торта обходится в 30 долларов понятное дело что какие-то ингредиенты еще остаются в холодильнике и скажем так я не превышаю стоимость данного стола в 30 долларов если вам видео было полезно конечно оцените его лайком и пишите в комментариях что вы думаете на данный счет всем всем всего хорошего пока пока